Мужчина становится абсолютно пьяным после восьми стопок. Совершенно. Совершенно пьяным. Водку можно понюхать и можно выпить. Два критерия у нас, да? Давайте же перепробуем. Не хуй, не помню. Перепробуем. Это как будто бы Нолан снимал. Здравствуйте, друзья. Это канал Завалий и Далик. Меня зовут Василий. Со мной человек, который вы знаете как рискового Антона. То есть если он появился в кадре, значит будем рисковать собой. И мой друг, прекрасный человек Руст. Антон тоже мой друг, вы не подумайте. Я не просто держу его в надежде, что когда-нибудь все-таки удастся угробить. Мы пишем этот ролик параллельно с роликом про плов. То есть вот там за кадром сейчас сидит Илья и смотрит в казан, чтобы ничего не подгорело. А мы тут дегустируем водку, ребят. Почему мы решили? Потому что Руст бросает пить. И мы решили забыть такой дембельский аккорд, пока он не бросил. Ну, надо же сообразить на троих. Ну, водка, ну блин, святое дело. Вообще это неправда. Руст, какие у тебя вообще взаимоотношения с водкой? Как часто ты этот напиток употребляешь? У меня вообще прекрасные отношения с водкой. Но я тут пытался недавно вспомнить. Мы с Антоном вспоминали еще до съемки. Когда пили водку, пить водку вот так вот прям целенаправленно. И оказалось, что давно. То есть года 4-5 уже. Ну, года 3, может. Вот прям вот когда целенаправленно, не мешаешь. Не в каком-то урожае и угаре пьяном. Типа, давайте водки выпьем. А прям собираешься. И не в коктейле. В смысле вот просто пить. Да, да, да. Как чистый напиток, целенаправленно. Выбор водки у меня в последний раз был. Не считается. Что угар не считается. Кураж не считается. Нет, если в тебе уже там пол-литра водки вдоль из марихуаны, коктейлей, классики. В таком случае я никогда не пробовал водку. Если такие. Нет, на самом деле, конечно, пробовал. Я скажу, у меня самый недавний опыт, прям неделю назад я выпивал водку. Главное, наша цель сегодня не наебенится так, чтобы не записать финал. 8 сортов водки и водка со змеей. Но водку со змеей мы сегодня пить не будем. Я ее выпью, если наберем 200 лайков этому канале. И, короче, тысяча лайков я съему, еб***ь, за меньше, на меньше. Да, я выпрашиваю, выпрашиваю лайки. Ну, что делать? Давайте познакомимся не только с русском и с Антоном, но и с нашими конкурсантами. Итак, пойдем с дешевой. У нас тут от дешевой до самой дорогой. Кстати, у вас есть какие-то вообще водки, которые вы обычно берете? 4 года назад. Ну, вообще, если так, вот хаски. Из того, что есть, хаски, и еще из того, чего нет, тундра. Бутылка, которая у меня 3 года лежит в морозилке. И вот 3 года назад я ее и пил. У меня есть такая бутылка хозяина Тайди. Вечная мерзлота, то есть. Мы не стали брать, мы не будем выпивать 8 бутылок водки в кадре. Слава богу. Потому что, как посчитал Рус, мужчина становится абсолютно пьяным после 8 стопок. Совершенно. Совершенно пьяный. Статистика официально, да? Я сказал, изумительно пьяным, поэтому мы ограничимся дегустацией, поэтому мы взяли маленькие бутылки, но цена будет за 0,5. Потому что, ну, кто берет такие бутылки, кроме нас? Зеленая марка, 260 рублей за 0,5, и это самая дешевая водка сегодня. На втором месте хаски, которую мы привезли из офиса. И там уже кто-то к ней прикладывался. Это не я. И это не я. Не я, не я. Ладно, у вас в офисе еще есть люди. 300 рублей за 0,5. Дальше. Пять озер. Говорят, по некоторым источникам, это самая популярная водка в России. Вообще, по какому принципу выбирали? Мы открыли там топ самых популярных водок по версии кого-то там. И взяли. Ну, вообще, похоже на правду, потому что, действительно, водки известные. Пять озер стоит 320 рублей. То есть, ну, до 20 рублей дороже хаски, не критично. Дальше идет хортица. 350 рублей за 0,5. Дальше идет водка с румеей. Русский стандарт. Я, честно говоря, думал, что это дорогая водка, которая гораздо дороже хортицы и гораздо дороже пяти озер, но 360 рублей за бутылку. То есть, оказывается, это рядовая до валютки водка. Дальше у нас водка русская. Я такой бутылки не видел 300 лет. То есть, у меня такие пил дедушка, отец. На каких-то праздниках обычно вот стоял с такой этикеткой. Русская или там столичная? Русская. Нет, были сортку русская, был сорт столичная, конечно. Московская. Московская особая. До сих пор дрожь пробирает. Московская особая, это была первая водка, которая пил в своей жизни. И мне было потом очень плохо. Мне кажется, ей надо совершенно пьяным становиться. Да. Легенда возвращается. Короче, русская водка. 390 рублей. И два тяжеловеса. Это всем довольно-таки известный Абсолют. Финс, знаменитая финская марка, по форме которой сделана лондинская подземка, кажется. Или что-то в этом роде. Какая-то такая з*** была, что лондинская Абсолют похожа на карта лондинского метро, похожа на бутылку водки Абсолют. Я тут не знаю, но узнал, тоже интересный факт, что Абсолют выпускает просто кучу всяких... Лимиток. Лимиток. Да, да, прикольно. Их просто очень доверяется. Как кружки Старбакса под разные события для разных стран. Лимит от эдишн, Абсолют их просто тьмущая какая-то. Это, но про карту, это может сомнительный факт, но про карту лондинского метро это также верно, что у Путина есть набор ГДРовских солдатиков 1979 года. Водка Абсолют 685 рублей, но это не самая дорогая. Да, кстати. И вот такая вот, ну, по ней видно, что она стоит дорого, одна такая бутылка чего стоит. Кремлин, тут уже есть медали за что-то дали, Али Орден. И водка Кремлин 1000 рублей за бутылку. А она тоже входит в топ популярных? Нет, она не входит в топ популярных, как она тупо была. Просто белуга же, белуга же еще есть. Белуга, но всем... На дороже белуги? Да, на дороже белуги, но покупать за касарь. Зачем заказать покупать белугу, если вовсе уже стоит водка. Просто есть ощущение, что все вот эти водки после сегодняшнего обзора мы будем допивать еще года до 2030-го. Или мы будем жить за годы до 2001-го. Тут два варианта. Сейчас, как обычно, мы уйдем. Там все разольется по стаканам, на стаканах будут номера. Мы придем, у нас будут рюмочки. Мы по чуть-чуть, по чуть-чуть попробуем и скажем, какая нам нравится и какая наш взгляд должна быть дорогая, какая дешевая. Угадывать будем? Попробуем. Я уверен, что мы ни хера не угадаем. Да, конечно, мы ни хера не угадаем. Мы просто не знаем по типу вкусу. Я хочу угадать хаски. Хаски? Да это невозможно. Ну попробуем. Не угадаем, так не угадаем. Ладно, уходим. Ну что, все, вот разлили. Вот у нас 8 стаканов. Страшно, страшно смотрится. Разливать будет Антон, потому что у него глаз алмаз. У нас вот есть закусончики. Антон, расскажи, как ты готовишь свой фигурный препарат со шпротом? Да, пока я метко разливаю экземплярную Миродин по, ну, видимо, по 15 граммулек. Я хочу рассказать про фирменный водочный закусон. Готовится он очень просто. Берем черный хлебушек, любой, какой душе угодно. Шпроты, любые, какие душе угодно. И майонез. Майонез не любой. А майонез гастронома Провансаль, который проспонсировал нашу сегодняшнюю водочную закуску. Но берем мы его не потому, что рекламируем, а потому, что, по-моему, все красноярцы едят его уже веками. Просто на автомате. Ну, давайте за красноярцев. Давайте за красноярцев. Что мы? По каким критериям оцениваем? Водку можно понюхать и можно выпить. Два критерия у нас, да? Получается так. Можно понюхать и выпить. Ну, я думаю, резкость там, что там, я не знаю. Насколько пахнет сивухой? Ну, я понюхал, пахнет чем-то. Пахнет, да. Вообще, вроде как, хорошая водка, прям, должна минимально пахнуть. Но это не хаска. Оба привкусия, кстати. Короче, я вот что хотел сказать. Мы начали эту тему. Я не особо понимаю людей, которые пьют водку ради вкуса. Кажется, что водку пьют как часть такой вот... Как часть процедурной... Как часть процедуры просто застольной. То есть, у тебя водка, это что? Это какая-нибудь селедочка, картошечка, там что-то, борщечок. То есть, это часть комплекса такого. Да, но русская кухня без водки немыслима. Наверное. Ер, мы не прогоним. Не пейте, не пейте, не пейте, не пейте. Никогда, особенно водку. Что, дешевая, дорогая, как думаете? Мне кажется, у нас, видишь, у нас супер дешевой нет. Там типа одна и две супер дешевые, две дорогие и серединка. Мне кажется, что это низ середины. Низ середины. Низ среднего ценового середины. Я ставлю на то, что это русский стандарт. Так, дайте мне понюхать. Я вам покажу, как выглядит замоченный рис. Кстати, неделю назад вы же посмотрели видос, как мы готовим плов. Вот можно посмотреть, как выглядит замоченный рис. Выглядит не очень, если честно. Выглядит, как ржавая вода из-под крана. Выглядит, да, как ржавая вода из-под крана. Потому что это Девзира. Это рис Девзира, он ржавый сам по себе. Это вот какая-то пыль, которая осталась при обработке риса. Да, и вот она вымывается, он будет белым, он стоит в горячей воде. Около 40 минут как раз вы водку добьете, и мы перейдем к закладыванию риса в казан. Это как будто бы Нолан снимал. Фильм плову. Шутка такая себе, если честно. Шутка как херня. Каламбур хулястый, да, получается. Так, экземпляр номер два. Попробую начислить опять же. У тебя руки тут трясутся уже. Да ну, сколько можно водку пить? Сколько можно не пить бы вам? Нормально, смотри, ровненько наливаю. Так, мы, я напомню, мы ее будем потом менять местами, эти стаканы, если нам понравится это больше, допустим. Подождите, ну спрос там надо. Первый был за Красноярск, второй что? Это как будто бы меньше пахнет. А, второй пьют за родителей. А мы первый раз не пастовались. За Красноярцев же. За Красноярцев, ну, что-то не чокается. Ну, не чокается. Это хуже пахнет. Мне кажется, да, это речь. Мне, наоборот, кажется, это меньше пахнет. Ладно. О! Что такое? Это чужая штука. Это зеленая марка должна появиться. Цынь! А мне кажется, да. У меня нет абсолютно никаких предположений. У зеленой марки есть какой-то припус такой вот, то ли от заявленной травы, то ли какая-то заупа. Ну, короче, неприятный припус. Ну, если это не зеленая марка, то, значит, это не зеленая марка. Но это хуже, да, чем первая? Это хуже, чем первая. Рус, как считаешь? Сначала показалось по запаху, что лучше, потом выпил, понял, что это зеленая марка. А, ответ на вопрос такой. А, хуже, хуже, хуже. Оставляем пока все как есть. Господи, у нас 8 заходов. Хороший ролик придумали, да? Я думал, помаленько наливать, это прям помаленько, а не по полу. Стоп. Эземпляр номер 3, друзья, разбирайте. Давайте, органолептика. Ну, это за любовь? Это за любовь, да. А есть водочный цемельян? Наверняка. Эти же, они называются, как они называются? Ковисты? Ковист, ковист. Ковист по крепкому алкоголю. Ковист по крепкому алкоголю, ну и водка, конечно, водка не крепкому алкоголю. Волка, волк, сколько водка не кормим, все равно волка. По запаху между первым и вторым. У меня, то ли у меня что-то, водка сделается с носом, но почему-то я стал чувствовать запах шпрот. Мне кажется, как будто бы спахнет настойкой с змеей. А, видимо, у тебя тоже рыбное, да, что-то есть? Ну, наверное, да. Ну, змеи, рыба. Ну, погнали за любое. Ну, тут помягче, по-моему. То ли это то, что третье уже? То ли правда, это кремлин. Нет, она правда получше. Она получше. Она получше? Я бы ее вперед воткнул. Давайте на первое место. Ну, короче, пока мне кажется, что это вот что-то из первых двух позиций. Из дорогих позиций. Бо нужно это абсолютно больше нет. Но, если это что-то дешевое, будет интересно. То молодцы, молодцы тогда. Четвертый, да? Но после третьей уже прям лучше. Поинтереснее, да, выпуск стал? Хорошо, так прямо. У меня даже появилась мысль, знаете, после второй бо... Что еще вонок добавить? Там Мариинские впадины еще ездят. После второй бо, блин, а еще шесть. Если сейчас, ах, все. Да, и так, знаешь, она подходит к концу и как-то грустно снимается. Давайте перепробуем. Не по-другому, перепробуем. Что-то звук не записался, давайте заново. Так записался же, говорят, пускай мне. Плохой. Ой, а это пахнет водопроводной водой хероватой. А если... Водопроводной трубой она пахнет. Ну, вот, да-да-да, что-то вот такое. А если поглубже нос засунуть, то... Металл какой чувствуется. То еще немножечко водочки. Но она все равно не так резко, как... А вообще не резко. Я думал, что мы ее нюхать вообще не сможем. Это прям почти вода. Если вот так, то вообще не чувствуется. Что, четвертый? А там, по-моему, уже нет никакой парадигмы. Или есть? Ну, за какого-нибудь любимого подписчика твоего. За любимого подписчика моего. За тебя, за тебя, Леха. За тебя, Леха. Леха, за тебя. Леха жив. Мягонькая. Мягонькая. Ну, как можно пить водку? Не понимаю. Нормально. Тоже где-то вот либо первое место, либо второе. Да, я думаю, что... Вот, я не понимаю, первое или второе, Русская. Я за второе. За второе? Окей. Но это, по-моему, дорогое, да, что-то? Вот, наверное, надеюсь, что это либо верх среднего ценового сегмента. Если так, то водку, значит, можно пить в целом продукте. А я надеюсь, что это самая дешевая водка. А я думаю, это Хаскин. Я, кажется, уже говорил, что там, где был Хаскин. Ты зеленую марку угадал. А, да. Погнали, пятый. Ой, пятый уже. Мы перевалили экватор, ребята. Мне кажется, что мы взяли очень высокий... А, ты что-то больше наливаешь. Мне кажется, мы взяли очень высокий темп. Каждый раз Антон наливает больше. Он, ему уже кажется, что мы варим. И сейчас будет до краев. Мы взяли очень высокий темп. Мне кажется, мы успеем дописать ролик до того, как опьянеем. А потом тебе плохо еще доготавливать. А мы-то с Русской просто сидим. А ты знаешь, что потом мы уйдем, а не поставить водку. Нам придется что-то промычать. Про то, что... Про результаты этой дегустации. Вот в чем фикус-пикус. Фикус-пикус. Ты используешь его фикус-пикус? Да, я последний хранитель фикуса-пикуса. Ты не пройдешь пламя кека. Как будто бы это водка. Да. Это пахнет, как первые два пацана, которых мы пробовали. Это пахнет, как первые два года моей жизни. Как поцелуи мамы. Мама мне запрещала, если что, есть с Прокушевым всякую дрянь. И вот что? И к чему это привело? Мы пьем. Вы вообще зачем об этом заговорили? Я совсем забыл, что мама смотрит. Этот канал. Рус сразу так. Мама, прости. Тебе можно, ты не мусульманин. И за это тоже прости. Тебе можно, я твой начальник. Время признаться. Стопки Руста – вода. Мы не тостанули, пацаны. Ой, вкусно. Вот это класс. Это Кремли. Это офигенно. А мне не сказать, чтобы класс. А вообще как вода. Как водиться. Ну, никакого выхлопа. Или мы на***ли. Либо водка хорошая. Я против того, чтобы она была на первом, но раз вас большинство, то пускай. Если вот прям за легкость говорить, да, а не за какие-то вкусовые эти, то, конечно, первое. Это тяжело зашло? Нет, не тяжело. Мне кажется, что та, которую мы до этого на первое место поставили, была вкуснее. Ну, типа, менее резкая. Чипут. А мы потом еще топ-3. А-а-а. Топ-3. То есть мы потом по второму кругу еще пройдем. Этого условия не было изначально. Но так как в стакане Руста вода. Потом мы берем топ-4 лучших и топ-4 худших. И перетест. И в баню. Ладно, попробуй поменьше налить. Шестой эвентляр. И меньше, смотри, руки пристись, да. Ну, так осмелел сразу. А ты боялся ее? Боялся того, чем все это кончится может. Сейчас не боюсь. Это опять пахнет вот этим вот баком железным каким-то. И плюсом еще что-то. Ну, она резко пахнет. Мне кажется, это невкусно. Прям невкусно. Пахнет, да, хероборой какой-то. Вот какой-то типа водкой шушенская. Шушенская на беду, да. Шушенская на беду. Какой клевый выпуск вы смотрите, ребята. Я вам замидаю. По крайней мере. Да, прикинь, с той стороны это, п***ц, как скучно. А вы такие, о-хо-хо, нихуя молодцы. Какой выпуск запилили. Разгонай по 12. А люди сидят такие, че это вообще. Хоть бы че-то хорошее сказали. Ладно, давайте. Шестое за че? За присутствующих здесь дам. Не, ну тут наверняка где-то присутствуют. За присутствующих здесь ребят. Ребят. За ребят. Ой, г***ь. Ой, м***ь. Ой, м***ь. Это очень плохо. Пусть оставится на свою меску. Это как будто бы, знаешь, ты всю ночь пил. Пил, ты уже не можешь, тебе уже нехорошо. И тут какие-то ребята такие, давай водку пить. И они наливают, и вот там вот это вот. Всегда. А они вино наливали. В конце до выпуска вы узнаете, какую именно водку приносят ребята. Блин, это просто плохо. Можно сразу ее куда-то на последнее? Нет, ну там еще... Но она типа в конце стоит? Да. Еще это напоминает, знаете, когда... Ну, надеюсь, вы не знаете, когда... Ты похмелиться решил? Вот обычно так вот заходит. Ну, это плохо, правда. Блин, блин, блин. Нет. Уж... Погнали. Семь. Предпоследнее. Нет, после плохой водки очень-очень невесело. Не хочется продолжать видео. Люди из других городов сомневаются, что мы гастроном в Красноярске, это культ. Ребят, пишите в комментах, кто из Красноярска, кто тут самый главный майонез. Как раз чуваки, которых вообще негромировать не западло. Про то, что водка это часть гастрономической традиции. Вот бутики, огурчики тебе, тыры-пыры. Ну, он скажет про то, что водка это маленькая жизнь. За майонез. Напоминаю, что мы пьем водку на улице Детской Радости. Да. Да, мы находимся в Емельяново на улице Детской Радости. Руст уже челкается, а мы еще даже не понюхали. Нормально? Я просто надеюсь, что она лучше предыдущей. Нормально. Как первые два? Ну, это сильно лучше предыдущей. Лучше предыдущей. На фоне предыдущей мы могли бы, не знаю, чего выпить. Ну, не, она более-менее. Змею вот эту набью, которую тебе еще пить без нас. Пить и пить без нас. Вот ты, сволочь. Если видео наберет, то и Антон выпьет. И съест. Нормально? Не, не. Вот как-то типа вот так. Может быть, рот куда-нибудь сюда? Вот так? Нет, я как бы... Ну, просто играю. На самом деле, если серьезно, то предпоследнее было настолько гадкое, что... Да, да. Вот она до сих пор выхлопала. Это просто настроение испортило. Мы могли переоценить следующую водку, потому что она сильно лучше. Ну, перетест будет, пацаны. Том-3 лучших и топ-3 худших. Честно было. Остальные не пьем две. Или там в средине тоже надо порядок навести. А прикинь, пробуем топ-3 лучших, потом в середину и такие, ошиблись. Давайте перетестим. Да, именно так и говорим. Ошиблись. Коллеги, допущена ошибка в исследовании. Ну, это последнее, кстати. Парфюмерной водой. Ну, что-то да, какой-то, да, есть парфюмерный странный запах. Дорогие подписчики. А мне еще концовку плова записывают. Ну, вы уже видели, какой я был, а я-то еще не знаю. Вот прикольный момент, что вы уже знаете, какой я был в конце вообще этого ролика. Васильич, глубоко, глубоко. Вот он, вот он Нолан-то где, блядь. У тебя лицо Нолана. Вставь мне лицо Нолана. Прямо сейчас. Ты! Мне на монтаже. Прямо сейчас. Ой, блядь. Надеюсь, это будет со стороны, правда, смешно. Ну, это не только нам, типа, так кажется. Руслан сныется. Там можно будет это. Что я забыл? Закадровый снег накладывать, как в ситкомах. Друзья, давайте допивайте, потому что там уже рис закладывать пора. Ты из прошлой недели пришел? Получается. Я перемещаюсь между временем, значит, как в фильме, вот, Нолана, последнем. Как будто бы мы не водку вообще дегустируем. Ну, вы можете еще и плов продегустировать. В прошлое вернуться, но в прошлую неделю и там попробовать. Скажите потом, Васе. Я, короче, ничего. Где-то сюда. Я про это вот не понял вообще ничего. Я, не, не, вот сюда. Прямо того, что она парфюмерная. Она противная. Мне вообще не понравилась. Кажется, что уже, типа, все перемешалось, подзабилось. У меня есть ощущение, что если мы сейчас возьмем первую, то она будет, короче, не такой хорошей. Я предлагаю сделать... Я предлагаю не трогать. Я предлагаю сделать паузу минут на пять. Типа, попить какой-нибудь воды, покурить там. И вот первые четыре позиции пересамывать. Три. Четыре. Три. Три. Там просто третья и четвертая у меня одинаково было. По ощущениям были. Ну, выпей ты тогда. Просто пей уже. Что ты там идеологию подводишь. Ладно, короче, я пошел в прошлое смотреть, как мы закладываем риск. Вот здесь ссылка на прошлую неделю. Вот туда пошли. Ладно, первое три места. Три места. Ладно, три, так три. Ну, незаслуженно обидим кого-нибудь, так незаслуженно обидим. Давайте, вот я взял уже с третьего. Да, что-то мы вышли, проветрились, подуспокоились. Чад кутежа развеялся. Тут у нас с тобой неравномерно. Вот это уже вот самый явный признак объединения, когда человек начинает переливать из одной стопки в другую. А были какие-то догадки? Короче. Я просто не помню. Я наверняка что-то говорил, но я не помню. У нас были догадки, ну, у меня были догадки, что все-таки Абсолют попал куда-то в первую позицию. Где-то в трешке он есть. А Кремлин? Кремлин я не пил ни разу, поэтому мы предполагаем, что это самая плохая водка, которая была на дегустации. Скорее всего, да. И у нас Руст предполагал зеленую марку и Хасаньку, но не знаю, угадал ли. Я не знаю, где он там предполагал. Но оно все где-то будет... Восемь номеров это даже трезвым сложно запомнить. В первой половине. А, это та самая, которая пахнет водопроводным этим самым трубами. Нет, но... Блин, как хорошо после шестого номера. Шестой номер был уже, да вот... Ну вот он, последний, да, шестой. Но он точно последний. С последним номером мы точно уверены. Вот эту я запомнил, вот которую мы пили. Я тебя запомнил. Она, как по мне, самая мягонькая. И в ней... Да блин, я переливаю не потому, что пьяный, а потому, что у нас мало... Ну, конечно, да. Она самая... В ней меньше всего водочных вот этих вот... Все, что мы подразумеваем, когда думаем о выпивании водки. Ладно, давайте третье. Ух, я бы их поменял местами. Ну, Рус, что скажешь? Я, пожалуй, бы тоже... Слушай, они такие разные вообще. Они очень разные? Разные, но все-таки они вместе. Если вы за то, что поменять, давайте поменяем. Я бы, наверное, поменял. Я поэтому и предлагал еще четвертый номер, блин. Пусть стоит. Он не четвертый, он седьмой. Вы ваши вот эти вот YouTube-блогеры, вам веры нет. Ну, давайте все перетестим. Там у нас еще осталась бутылка. Отборчик. Ладно. Забирайте. То есть, вы так ужасались, что придется выпить по 8 сток, что выпили по 11. Я наливаю это по граммульке. Ну, конечно. Только водки не осталось из стокана. И в бутылку. Спасибо. Не пошло. Ну, а я Собор вас вставляю на первую очередь. Я бы все три, как бы, дал бы им... Хотел предложить поставить их вот так. Ну, как бы, это на самом деле можно поставить так в голове. Даже вот так. Даже вот так. Нет, такая ебаная. Должен быть победитель. Да. Знаете, тогда мнения разделились. Я за тот экземпляр, который сейчас на втором месте. Но главный, Вася. Так, нас двое. Главное, я оставляю так. Неси бутылки. Калачи. Хаски, да, все любят? Груст. Пацаны не поймут. Пацаны не поймут. И кажется, что она с тобой... Ну, блин. А она реально, когда ее не сравниваешь, она офигенная. Я теперь думаю, зачем я вообще столько в своей жизни пил хаски. Это же просто ужасно. Хотя можно было бы пить Хортлис за те же дни. Знаете, когда я рассказывал эту историю, что это та водка, которую приносят какие-то ребята, когда ты уже не касался? Так и было. Это и жизнь плачащая история. Так, на последнем есть у нас хаски, причем она вот так вот даже. Вообще, очень плохо с этими семьями. Даже с питью озерами в сравнении. Следующая у нас зеленая марка, но она не очень, правда. Просто я угадал. Он сразу сказал, что это зеленая марка. И это и есть зеленая марка. Ну, водка. Водка, водка, да. Пить-зер. Пить-зер. Что скажете? Что-то не о чем, ну, не о чем какая-то история. Что, ну, как бы вы со мной спорите по поводу, спорили по поводу четвертого места в топе. Но я продолжу свою позицию продвигать. Вот это очень плохо. Вот это просто среднячок и типа, ну, водка и водка. А вот это все можно внутри этих четырех мест уже там тасовать как бы под вкусовым предпочтением. Ну, тут это правда вкусовщина. Потому что мне больше понравился Хортица, Антону больше понравился Абсолют. Я считаю, что все три заслуживают вероятность. Все три норм, да. А если бы мы еще эту перетестили, пацаны? Но если посмотреть, если посмотреть на чек, то этот парень стоит тысячу рублей, этот 685, а Хортица 350. 350. Мне кажется, выбор-то очевиден, нет? Когда вы покупаете, идете домой, покупаете Абсолют, у тебя нет мысли, что ты ебаная Лукаш. Ты взял хорошую, шведскую, качественную водку, чтобы культурно посидеть. Хортица, ну, ебаную в рот. Так, да, блядь, и до пяти озер скатимся. С точки зрения самонадрачивания, конечно, абсолютно лучше. Но мне лично больше по вкусу Хортица понравится. Да, но там, опять же, при цене 685 рублей за 0,5 литра, мы переходим по цене к другим крепким алкогольным напиткам, вполне себе хорошим, которые можно взять, и там уже знаешь ли. Ну, мы же водку хотим выпить. Ну, если мы хотим выпить водку... Ладно, ты не хочешь выпить водку, но есть люди, которые хотят. Давайте круглить уже всю эту историю, потому что мы нахуй пить и можем сходить до утра. Сейчас еще политика пойдет какая-нибудь. Кстати, в сцене на политике. Кремлин. Парни, я к вам из прошлого. Я вам принес бонус-трек, который называется «Мариинские просторы люкс». «Люкс». Давайте соберем сколько-нибудь лайков и сравним. Нет, нет, нет. Это легкая мягкая водка из таежной глубинки. Производится в Красноярске. Раз у нас сегодня есть красноярский майонез, ну, вы должны попробовать и красноярскую водку. Давайте подведем итоги и зафиналим вот это нибудь говно. Вы уже кривые, вам еще в прошлом плов есть. А я пошел посмотреть. Ёбаный Нолан. Люди, которые напились из-за Нолана. Подожди, Вася. Так я так и не понял, короче, что он. Вывод такой. Мы, наша дегустационная комиссия, состоящая из уважаемых людей и меня, одобрила три водки. Это «Кремлин», это «Абсолют» и это «Хоркиц». Какое из них предпочесть для вашего стола – решать вам, уважаемые подписчики. А мы, мариинских просторов, и отбудем в мир сладких грез. Это «Бенгальские огни». Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Точка. Все-таки, кроме некоторых, пока. Ой, я бы ее хаски поставил бы туда. Да, ее бы. Я бы ее поставил в змея. Я вот так. Все, конец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok